В эфире телекомпания ВТВ в студии Наталья Влада. Здравствуйте! Чем запомнился нашим корреспондентам этот день сегодня, расскажем вам в информационной программе в Откинске. А начнем традиционно с новостей Удмуртской республики. Глава Удмуртии Александр Бричалов анонсировал старт первого открытого конкурса управленцев команды Удмуртии. Конкурс должен стать ревизией всего имеющегося кадрового резерва, а по его итогам сформирует обновленный состав кадрового запаса Удмуртии. Конкурс пройдет в три этапа, стартует 21 мая. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат 400 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, проживающих в Удмуртии. Получат ее в мае и июне вместе с другими пенсионными и социальными выплатами. Добавим, выплата приурочена к празднованию 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Почти 8 гектаров леса было восстановлено в Удмуртии в 2017 году, причем почти половина, 47% в этой площади пришлось на создание лесных культур. Это на 26% больше аналогичного значения за 2016 год. Проведение профилактических мероприятий позволило снизить показатель по погибшим лесным насаждениям почти в 2,5 раза. Начиная с апреля в эфире нашей телекомпании звучали имена и фамилии солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне. Горожане приносили фотографии своих дедов и прадедов, чтобы рассказать о их жизни, о подвиге, которые они совершили на благо Родины и нас с вами. Более ста героев мы показали в проекте «Бессмертный полк» на телевидении в этом году. Сегодня мы завершаем эту акцию. Великая Отечественная война была слишком народной, чтобы в ней участвовали только профессиональные солдаты. На защиту Родины встал весь народ от мала до велика. Соломенников Иван Алексеевич родился в 1912 году в деревне Верхняя Позимь Воткинского района. В 1941 году всю блокаду он служил в Ленинграде, а позднее освобождал Варшаву и дошел до Берлина. Закончил войну в звании подполковника в должности начальника штаба дивизии. Во время войны был дважды ранен, ветеран труда. Долгие годы после войны работал на Ижевском механическом заводе. Умер в 1989 году. Смолников Егор Ефимович родился в деревне Сидоровка Воткинского района в 1907 году. Призван в 1941, погиб под Ржевом Калининской области. Похоронен там, где и воевал. Другие данные родственникам неизвестны. К сожалению, фотографий тоже нет. Тараканов Василий Тимофеевич родился в деревне Липовка Воткинского района в 1924 году. На фронт ушел в 1941, прошел всю войну, воевал танкистом на Курской дуге, дошел до Берлина. Был ранен. Имеет множество наград. Умер в 1993 году. Сыпенкова Клавдия Иосифовна родилась в Соликамске в 1912 году. В годы войны была эвакуирована из блокадного Ленинграда в город Воткинск. Здесь работала почтальоном, разносила долгожданные конвертики и треугольники с фронта. Горожане знали ее в лицо и ждали у ворот с известиями о своих близких с войны. Ветеран труда имеет звание лучшей почтальон Удмуртии и еще множество наград и медалей. Умерла в 1996 году. Казанцев Яков Александрович, 1918 года рождения, когда началась война, в 1942 взяли на фронт. В селе Юйске Малопургинского района сформировался 38-й полк. Привезли потом под Ленинград. Там он был ранен и контужен. После госпиталя в 1942 был комиссован. Был награжден орденом войны первой степени и другими наградами. Умер в 1996 году. Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута наша победа, какой ценой был сохранен мир. Нашему поколению стоит брать пример с еще живых и почитать уже ушедших от нас героев Великой Отечественной войны. Спасибо, что приняли участие в нашем проекте. Мы должны знать своих героев лицо и быть благодарным каждому за мирное небо над головой. С 14 по 20 мая в Откинском отделе Роспотребнадзора будет открыта горячая телефонная линия по профилактике ВИЧ-инфекции. В эти дни с 10 до 16 часов специалисты будут отвечать на вопросы горожан о рисках и последствиях заражения ВИЧ-инфекцией, мерах личной и общественной профилактики, давать рекомендации родителям, как уберечь детей от заболевания. Телефон 518-34. 9 мая во время весеннеполевых работ на территории Большакиварского поселения Воткинского района нашли боевой осколочно-фугасный снаряд. Сообщается, что снаряд пролежал в земле около 100 лет со времен Гражданской войны. Силами специалистов Национальной гвардии и России боеприпас был обезврежен посредством взрыва. 17 мая с 12 до 14 часов в администрации Воткинска пройдет прием граждан руководителям Государственной инспекции труда в Удмуртии Светланой Шикуновой по вопросам соблюдения трудового законодательства. Прием будет проходить в зале заседаний на третьем этаже администрации города. Предварительная запись не требуется. Еще больше новостей ищите на портале воткинск.нет. Там каждый день нужная и полезная информация для вас. 11 мая в календаре даты событий в том числе отмечен необычными праздниками, такими как День глаженых шнурков, праздником приятных неожиданностей и Днем ожидания Мэри Поппинс. Чем еще интересен этот день, узнайте в нашей рубрике «Даты и события страны и мира». 11 мая в народном календаре праздник березосок. Как видно из названия, этот день посвящался березовому соку. Его начинали собирать и заготавливать впрок. Считалось, что самый вкусный и целебный сок течет в верхних ветках дерева. И если суметь добраться до них, то таким соком можно вылечить любого больного. 11 мая в 1964 году была основана фирма граммофонных пластинок «Мелодия». Они были окном в музыкальный мир для миллионов советских граждан. Также пластинки помогали исполнителям стать известными. 11 мая 90 лет назад была основана Американская академия киноискусств, учредившая премию «Оскар». Первым президентом академии стал Дуглас Фербенкс. Он и предложил сделать приз для честного невыдающихся достижений в мире кино – награду академии «За заслуги», которая впоследствии получила название «Оскар». Водкинск – это город славных музыкальных традиций. Здесь живет и работает множество талантливых музыкантов, представляющих самые разные жанры этого искусства. Чем живет и дышит рок-музыка в нашем городе? Каких успехов добиваются рок-музыканты, рок-группы мы узнаем в программе «Формула жизни». Здравствуйте, дорогие друзья! «Формула жизни», как всегда, по пятницам, начинается в эфире телекомпании ВТВ. Сегодня мы в непривычной для нас обстановке на улице снимаем нашу программу. И в гостях у меня сегодня рок-группа Юльча Ю. Пишется слитно. Здравствуйте, ребята! Привет! Привет! Леонид, Юля и Андрей. Сегодня мы поговорим о деятельности нашей, ну, конечно, выдающейся, может быть, уже я просто, может быть, чего-то не знаю. Нет, конечно. Начинающая. Начинающая, начинающая выдающаяся группа, рок-группа Юльча Ю. Ребят, вы недавно откатали мини-тур. Расскажите вкратце об этом. Ну, а потом, вообще, с чего все начиналось, ваша музыкальная деятельность? Как прошел тур? Как далеко он простирался? Ну, во-первых, надо сказать, что в любой группе полезно поездить вот так вот по городам. Посетили мы примерно пять городов. Вроде бы пять городов. Первый город был Глазов, второй Киров, третий Сыктывкар, четвертый Пермь. И закончили мы в Ижевске. 8 киловатт. Ну, это всероссийский тур получился уже практически. Ну, да, мы за пределы Удмуртии выехали. Ну, впервые. Достижение для водкинской группы выехать за пределы Удмуртии. Общее впечатление, как у вас? Ну, как сказать, по разным городам разные впечатления. В всех городах люди разные. Разные? В каждом городе свой менталитет. В целом, тяжело, конечно, было. Это около 4 тысяч километров на маршрутном автобусе. Это после 40 минут уже перестаешь, как бы, что-либо, всякий комфорт ощущать. А потом уже, когда мы заканчивали, с Перемьи ехали в Лоткинск уже, то есть через Лоткинск, а не в Ижевску, потом возвращались в Ижевску. Эта вот дорога показалась просто, да, вот раз, и мы уже тут. А самый тяжелый переезд был, это из Кирова, в Кыр, он, по-моему, 12 часов длился. Познакомились с людьми, с интересными. С новыми музыкантами. В Кыр, в Кыр очень интересные люди. Довольно-таки старшие, но они не унывают никогда своей душой. Они молодые, такие же. Ребятам под 40 лет ведут себя, как будто, ну, 20-25 лет. Есть такая поговорка, первые 40 лет жизни мужчин. Первые 40 лет детства мужчине самые трудные, а дальше уже полегче. Но самый лучший город был это Перемь. Как они нас встретили? Публика. Как и проводили, да. Да, публика была самая лучшая. Как там назывался вечер-то? Вальпургиевский вечер? Вальпургиевский вечер. Или ночь, наверное. Ночь, наверное. Вечер, вечер, вечер. Там, естественно, то, что было разные жанры, были две группы разогрева. Они обе, первая группа играла фолькметал, вторая просто метал. И потом пошли мы уже, состав Водкинска и ЖЭСКО, намного в разы легче музыка. Публика не растерялась, активно поддерживала, вызывала, набис. Что было, ну, для меня был очень непривычный. Как вы сами вообще начинались? С чего начиналась группа Юльча Ю? Как давно собрались? Я знаю, что каждый из вас в отдельности уже опыт, имеет опыт игры в других каких-то коллективах. Но вот конкретная история группы Юльча Ю, с чего все начиналось. Помните ли? Все началось с развала группы в молоко. Хорошее начало. Философское это. Творчеству хотелось как бы куда-то выплескиваться. Я на тот момент тоже ушел из группы. Вот ты с Юлей что-то вот как-то срослось, грубо говоря. Подумали-подумали, чем порознь где-то делать что-то. Можно пробовать все делать вместе. Тем более некоторый состав в Малакане, он еще остался. То есть басист. То есть Сергей Мельников басист у нас. И я, вокалистка. У меня такой был период, я бросил заниматься музыкой, потом как-то опять начал вливаться. И так прям начал любить женский вокал. Именно песни с женскими вокалами. Я хотел себя попробовать с женским вокалом. Сергей Мельников. Он предложил, вот мы гитаристы ищем. Я такой, у меня есть время, давайте попробуем. Мы попробовали, что-то получилось. Ну, судя по всему, все получилось. Прежде чем утвердить какую-то песню, происходят ли внутри коллектива споры. Там, один хочет одного. Споры бывают, безусловно, споры бывают. Второй хотел бы так. Лично я даже уходил из коллектива на какое-то время. Радикальные споры. Да. В споре развивается истинно. Сочиняются в процессе сочинения, пожалуйста. Один кусок сочинили, потом думаем, что-нибудь еще налыпить. Нагладываем. Потом еще, еще. Потом думаем, а вот вначале это, наверное, уже не надо. Уже отрезали, убрали эту часть. И так вот постоянно меняется, меняется. В итоге, когда все становятся довольны, остаются, оболчание утверждается. И то песни все равно обрабатываются. На каждой репетиции что-то меняется. Так что... У вас в этом смысле равноправие или есть главный редактор, который окончательный вариант утверждает? Стараемся концентрировать. Как вы оцениваете, в какую сторону развивается рок-музыка в Откинске? Развивается ли она вообще? Каковы шансы? В Откинске рок-музыка развивается разнонаправленно. У нас есть тяжелая команда, которая играет тяжелую музыку, прогрессивную. Есть фольклорные команды. Отличная вот группа, как Дядя Вова. Как у нас играет? Слада. Слада. Они играют в фолк. Есть кавер-команды, закон Рома, допустим. Есть кавер-команды. Есть блюзовые команды. Есть вообще много хороших музыкантов в городе у нас. Немало. Просто у нас нету здесь этого, площадки, где играть. Я помню еще относительно недавно, может быть, там года три назад, я уже даже точно не помню, в Откинске проводились концерты, рок-тусовки, фестивали в различных местах. Сейчас вроде бы это все куда-то кануло в лето. Вроде бы будет сейчас проводиться фестиваль-то этот, Чайка. И вот Гринчайка. И вот там тоже приезжают разные команды из разных городов. Ну, вроде есть набор. В целом, можно с оптимизмом смотреть на рок-музыку в Откинской перспективе. Как вы думаете, группа Юль Чай Ю в обозримом будущем может достичь, выйти на такой уровень, чтобы музыка кормила вас целиком и полностью? Мы к этому стремимся. Мы к этому стремимся, но мы не будем утверждать, что наша группа может выйти за рамки Удмурти. Ну, ничего нельзя утверждать в принципе. Как получится. Надеемся. Мы хотим, конечно, большего, чем чтобы нас знали в Удмурти. Мы хотим большего. Поэтому мы съездили в тур. Это уже новые города, новые люди, новая публика. И уже к нам в группу добавилось несколько человек. Это уже тоже плюс. Мы обязательно продолжим после новостей Водкинских терм. Будьте с нами. В Водкинских термах продолжается большой розыгрыш. У каждого из вас все еще есть шанс выиграть путевку «Все включено» в Центр здоровья и отдыха. Все, что необходимо сделать, это посетить Водкинские термы до 25 мая и заполнить бесплатный купон на участие в розыгрыше. И помните, чем больше купонов, тем больше шансов на выигрыш. Водкинские термы проводят закуп веников у населения. Если вы самостоятельно изготавливаете банные веники, Центр здоровья и отдыха готов у вас их купить. По всем вопросам обращаться по телефону 50805 и 50984. Стартует сезон отпусков. Вырваться на курорт – мечта многих россиян, но не всем по карману. Теперь, чтобы полноценно отдохнуть, ехать далеко и тратить сотни тысяч рублей не нужно. Каждый может насладиться отдыхом в Водкинских термах. Водкинские термы. Курорт рядом. Наша любимая рубрика «Практика» начнется прямо сейчас. Музыкантам, я думаю, что как никому другому легче всего продемонстрировать что-то из своей области деятельности. Бывают у нас разные гости. Некоторым трудно показать то, что они умеют. А музыкантам, я думаю, не так трудно. Попробуем. Группа «Юльчаю» в программе «Формула жизни». Сегодня мы ее назовем «Формула рока». Порадуйте нас. Город забытых пространств, забытого неба. Солнце слепит глаза. Оно яркого цвета. Город забытых пространств, забытого неба. Небо исчерчено руками неба. Закрыт вновь к ладонью взор. Руками прикасаюсь к ветру. Рисуя на стенах узор Будто пленник между мор По тропам ускользают тени лож По устам шепот стелется, как сон Как туман, как туман Город забытых пространств Забытого неба Солнце слепит глаза Оно яркого цвета Город забытых пространств Забытого неба 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 Спасибо, спасибо, друзья, очень классно Я слышу огромный потенциал С творчеством можно покорять города хоть каждый день Чего вам и желаем, дорогие друзья Рок-группа Юль Чаю была в программе «Формула жизни» Спасибо вам огромное Желаем, чтобы как можно скорее следующий огромный гигантский тур ожидал вас Спасибо Вам спасибо А на сегодня это все, о чем мы вам хотели рассказать Вступайте в нашу группу ВКонтакте и телекомпании ВТВ Смотрите информационные выпуски на каналах ТНТ и РЕН А также в прямой трансляции в социальной сети ВКонтакте Ну а впереди вас ждет прогноз погоды и гороскоп С вами была Наталья Влада Увидимся в Воткинске Продолжение следует...